Вопрос с ребром. Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. И во второй ее части, как я уже и анонсировал, у нас на линии экс-депутат Кнессета Роман Бронфман. Роман, здравствуйте. Здравствуй, Марк. Только депутат Кнессета в прошлом. Я сказал экс. А, экс. Экс я не услышал. А, ну, окей. Рад вас слышать, во-первых. И всегда ваше мнение было для меня крайне интересно. Не всегда я с ним соглашался, но всегда о нем задумывался. Итак, мы с вами решили поговорить. Я предложил вам поговорить о Израиле и вот война, которую развязала Россия в Украине. И сегодня, выступая в университете имени Райхеля, министр обороны Бенни Ганн заявил, «Израиль сочетает интересы и моральный аспект». Ну, говоря о помощи Украины. Как бы вы расшифровали вот эти слова «интересы и моральный аспект»? Ну, если говорить грубо, это меня напоминает русскую грубую пословицу. И на кое-что сесть и приземлиться. Это попытка очень понятная. Мне легко, будучи уже не в политике, критиковать и говорить о том, что израильское правительство выбрало не совсем верный путь и не совсем верную позицию в том, что происходит в последние два месяца в Восточной Европе. Но мне кажется, что Ганс, он человек недалекий, в общем-то, насколько я его хорошо знаю. И он говорит, что «май то везу». То есть, говорит правду матку. Да, это действительно вот это килибание, метание между тем, может быть, что бы хотелось. Во всяком случае, я знаю позицию, что называется, не из вторых, а из первых рук нашего министра иностранных дел. У него позиция в основном верная, справедливая. Он считает, что любая агрессия, особенно агрессия мощного государства с ядерным оружием против соседской страны, это вещи, которые не вкладывают в нормальные этические нормы. Я об этом говорил, очевидно, вот это сейчас моралите, моралите бениганца. А с другой стороны, у нас есть две большие проблемы объективного характера, которые нужно учитывать при том, когда мы критикуем правительство и говорим, надо все-таки высказаться против того, что происходит сегодня на российско-украинской границе. Первое, я начну как раз с более, так сказать, понятного, это присутствие в России все еще сегодня по разным оценкам от 250 до полумиллиона неевреев, конечно, а то, что называется на иврите Закай и Хокоши. Вот это те, кто имеет право на возвращение. Вы знаете, что израильский закон, он закон, в общем-то, светского характера, а не еврейско-галахического. И поэтому он говорит, я следующую приведу цитату прямо из закона, внук или внучка, еврея или еврейки, имеет право на патриацию со всеми сопровождающими прямыми членами семьи. Иными словами, если вы внук еврея, то вы не галахический еврей, у вас есть, так сказать, еврейские корни, но не галахический еврей. А вот по закону возвращения этот человек вместе с его семьей подпадает вот этот закон. Этот пункт называется пункт внуков. Религиозные евреи на протяжении долгого времени, даже в то время моей каденции, пытались этот пункт отменить, этот параграф закона переписать. Кстати, в том числе и даже наш коллега, будущий министром Юлия Гольшлейная, высказывал двойственное отношение к этому пункту и жаль. Так вот, в России по-прежнему сегодня проживают по разным демографическим оценкам от четверти до полумиллиона возможных репатриантов в Израиле. Понятное дело, что Израиль с большим трудом может пресечь, как бы мне это не хотелось лично, и транспортные общения с Россией, и дипломатические отношения с Россией, и даже участвовать в санкции, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз требуют от Израиля присоединиться к этим санкциям. И вторая тема, она тема, я бы сказал, геополитическая. Вы знаете наверняка, что Российская Федерация до недавнего времени контролировала не только воздушное пространство Сирии, но и многие сирийские порты, в том числе и наземные инфраструктуры. Она сейчас выходит потихонечку, кстати, из бортов и из наземных инфраструктур, и остается за собой только контроль воздушного пространства. И для нас эта близость, она представляет определенную геополитическую и стратегическую опасность. Вот поэтому я бы сказал, что правительство во главе с Беннетом и с Айром Лапидо находится между Сцилой и Харибдой, между действительно этическими нормами, которые нормальные и свободные. В этом отношении Израиль, относительно свободное государство, пропагандирует. И между обязанностью как-то вести себя осторожно по отношению к российскому агрессору. Окей. А вот то заседание КНЕСТа, которое было посвящено 9 мая, и те выступления, после которых посол Российской Федерации Викторов, так сказать, в гневе покинул трибуну для гостей, это говорит о том, что все-таки люди все понимают. Я имею в виду люди, депутаты. И все-таки не надо здесь, в Израиле, доказывать, что такое хорошо и что такое плохо. Я с вами совершенно согласен. Во-первых, депутаты тоже люди. И в основном те, кто говорили правильно, говорили, потому что они уроженцы Украины. И это особенно важно. Мы вернемся к этой теме сейчас о украинском еврействе в Израиле. Но, вы знаете, это все декларации. И присутствие посла в парламенте, и сами парламентские дебаты, это все на уровне декларации. Что не на уровне декларации, сегодня открылось вновь посольство Израиля в Киеве. Оно работает уже на полную мощность. Михаил Бродский, наш посол в Киеве, вернулся в свой офис. И даже сегодня, если я не ошибаюсь, поднял флаг Израиля перед зданием посольства. Это уже конкретные вещи. И мы, конечно, участвовали, например, в встрече 40 странных соучастниц помощи Украины в Рамштаде, Германии. То есть, есть вещи, которые можно конкретно конкретизировать и сказать, что Израиль ведет себя, в общем-то, правильно. И мне, как уроженцу Украины, и горячему патриоту этого государства, особенно в нынешней ситуации, хотелось бы, чтобы израильское руководство вело себя еще более активно. Но это wishful thinking. Это мои желания. И надо их отложить осторожно в сторону и делать то, что можно. Окей. Я напоминаю, что у нас в гостях экс-депутат КНЕСТа Роман Бронфон. Роман, у нас короткая реклама, и после нее я хотел бы продолжить наш с вами разговор. Вопрос с ребром. Наша программа продолжается. Я напоминаю, что у нас в гостях экс-депутат КНЕСТа Роман Бронфон. Роман, я бы хотел вам задать вопрос, на который у меня, например, нет ответа. И хотелось бы узнать вашу точку зрения. Вот смотрите. Бывший боец Голани, Григорий Пивоваров, Гриша Пивоваров, вот сейчас воюет на стороне Украины. Он получил медаль за личное мужество, героизм, верность воинской присяге и так далее. Вот как нам относиться к тому, что граждане Израиля воюют на стороне Украины, и нету ли в этом опасности того, что они могут быть, не дай бог, если они попадут в плен, признаны быть наемниками? Ну, есть опасность всегда такая, но дело в том, что не только пивоваров или кто-либо другой из Израиля, а таких есть несколько десятков, насколько я знаю, воюют на стороне Украины. В Украине воюют сотни, я думаю, что даже и тысячи волонтеров из всех стран мира. Добровольцы. 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 Волонтеры. Волонтеры, да, это добровольцы. И поэтому я надеюсь, что международное сообщество знает об этом, поставляет им определенную, я бы сказал, какую-то сетку защиты, в том числе и международную страховку. И Украина участвует в этом. И как раз вот буквально вчера или сегодня, я уже не помню, я видел передачу израильского телепроводства, приведения на эту тему, о том, что есть выходцы из Украины, которые выпускники израильской армии, которые кончали специальные всякие войска и службы и добровольно пошли на фронт. И участвуют сейчас в борьбе против России, будучи все-таки специалистами ведения военных действий, обучают украинских солдат и специалистов там в разных областях, в том числе и в артиллерии. Так что я думаю, в этом ты можешь только приветствовать, если человек на личной основе принимает какое-то решение и готов бороться за свою историческую или преисторическую или доисторическую хотите, как хотите, так называйте родину, там, где он родился и вырос, то это, в общем-то, благое дело и слава богу, что так. Скажите, вот на ваш взгляд, вот то, как менялась политика Израиля по отношению к этой войне, по отношению к Украине, к России, оно под давлением каких факторов? Под давлением американцев, европейцев, под давлением, так сказать, ситуации на фронтах, потому что Израиль все больше и больше уходит в сторону, ну, позиции США и Европы. И мы видели, с какой неохотой и как тяжело все это дело начиналось. Вот то, что вы сказали, факторы, еврейский фактор, ну и так далее, но есть ли фактор какого-то, на ваш взгляд, международного давления на Израиль? Конечно. Конечно, Марк. Есть не только международного, но и общественного давления в Израиле. Как вы знаете, общественное мнение играет свою роль, потому что мы, как я уже сказал, относительно демократическое государство, мы ходим часто на выборы и те, кто находится у руля, в общем-то, знают, что электорат иногда и наказывает. В Израиле проживает миллион выходцев из бывшего Советского Союза. И хотя до недавнего времени все называли нас русскими, потому что мы говорим по-русски и на русском языке, на сегодня есть дифференциация и идентификация совершенно другая. Сегодня очень мало кто ассоциирует себя с Россией и кто добровольно скажет, я русский в Израиле. Скажут, скорее всего, о белорусе, о украине, стоит проезжать некоторая поляризация мнений. Опросы, которые проводились в последние два месяца, показывают растущую поддержку израильского народа в частности, в том числе вот этого миллиона выходцев из бывшего СССР, поддержку Украине. Около 80% однозначно поддерживают Украину. И это огромная поддержка, которая, в общем-то, до сих пор, ну, скажем так, редко, когда, такие цифры редко, когда показывались на опросниках стратегических исследований. И это заставляет, конечно, наших же руководителей смотреть на вещи и через электоральный барьер. Теперь скажу, что политика, это люди, 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 которые выросли, воспитывались, они знают, о чем они говорят. И поэтому неудивительно, например, что у министра иностранных дел Яр Лапида, который, как вы знаете, сын бывшего министра юстиции, Томи Лапида, который уроженец бывшей Югославии и который провел войну, к сожалению, в одном из гетов в Венгрии, отношение к истории, отношение к Второй мировой войне, к агрессии, к нацизму, к фашизму намного более чувственны, я думаю, правильнее, справедливее исторически, чем у того же Беннета. Беннет, он человек англосакского воспитания. И он считает, что можно вести переговоры в тех местах и с теми людьми, с которыми переговоры вести невозможно. Потому что мы вспоминаем печальный договор Риббентропа, Молотова, и мы знаем, что переговоры с гитлеровской нацистской Германией привели фактически к открытию войны в 1941 году. И поэтому, я думаю, было вызвано его желание обеседовать с Путиным, вести якобы переговоры о примирении между Украиной и Россией. пока в конечном счете Пене тоже не дурак. Он понимает, что он оказался почти в одиночестве. Как вы знаете, президент Франции Макрон сказал, что кончился период переговоров. Глава, премьер-министра Италии заявил о том, что переговоры с Путиным совершенно невозможны, он не хочет войны, он не хочет мира, он хочет войны. И поэтому все западные, которые еще, западные лидеры, которые все еще думали, что можно вести переговоры с Россией, вышли из этой, так сказать, иллюзии. И я думаю, что там же оказался и Беннет. Конечно же, есть большое давление со стороны Соединенных Штатов. Соединенные Штаты занимают очень явную, яркую и правильную позицию в этом конфликте. Они считают, что государство, которое обладает ядерным оружием, не может вести себя таким образом, на международной арене. И я не знаю, какие будут последствия этой войны, кстати. Мы все еще стремимся и смотрим на развитие событий. Понятно только одно, что российского Блицкрига не произошло. Украина выдержала удар, переходит в некоторых местах наступления. Но что будет еще через месяц-два, я думаю, что никто из нас не знает. Но вы правильно сказали, Исраиль сегодня как бы уходит... Дрейфует, я бы сказал, дрейфует. Дрейфует, скажем правильно, дрейфует медленно, в правильном направлении. Во всяком случае, он не пошел за российским кораблем. И это уже хорошо. Да, туда идти лучше не надо. Так, скажите, а вот та история с личными взаимоотношениями между, например, Бенемином Натаньягу и Владимиром Путиным, которыми всегда Натаньягу гордился, этими личными решениями проблем на личном уровне и так далее. Потом поехал по его стопам на фтале Беннет, они встречались в Сочи, они выпивали виски и так. Ну, мы это все помним. Вот скажите, ведь это же сложно, вот вы были долгое время политиком, ведь это же сложно отбросить, ведь это накладывает какие-то обязательства. Вот как вы считаете? Да, я думаю, что это нормальном свободном мире накладывает обязательства, я с вами согласен. В западном мире общение между лидерами, если это общение личное и реальное, то у него есть и цена, и престиж, и даже какие-то реальные конкретные действия. У Путина нет друзей, Путин это не личность западного мира, у Путина есть только интересы своего государства, что это может быть и хорошо, как он их понимает, но для государства это явно плохо. У него есть личные экономические интересы, и как вы знаете, у Путина нет никаких личностных отношений, ни с кем, включая Натанияу. Это то, что мы знаем о Путине, а то, что мы знаем о Натанияу сегодня, что его интересуют совершенно другие вещи, чем благо государства, благо народа, и благо политики, израильская, личные политические интересы и выгоды, и все это была подстава, потому что Путин, когда начал в 2000 году свою карьеру, кстати, тогда я первый раз с ними встретился в 2000 году на Ассамблее ООН, он придерживался довольно распространенного тогда в российских кругах мнения, что дружить с Израилем надо. Почему надо? Потому что Израиль, это такое антисемитское заявление, но его можно было тогда понять, он, в общем-то, управляет Белым Домом через американскую прессу, которая в основном еврейская, через американские деньги, которые в основном еврейские, через Эйпок, которая самая мощная, это действительно, верно, лоббистская организация на Капитоле, поэтому с Израилем дружить нужно и можно, и Израиль всегда может открыть двери в Белом Доме. Эту идею, кстати, очень часто развивал и поддерживал сам Натаньян, он понимает, что это играет, так сказать, в его пользу, но мы же знаем, что это не так на самом-то деле, потому что в Соединенных Штатах есть так много интересов, взаимоисключающих, иногда помогающих, и не мы помогаем штатам, а штаты помогают нам, не мы, американская колония, не мы, американская метрополия, а американская колония, мы зависим от, в общем-то, доброй воли Вашингтона и тех, кто сидят в Белом Доме, и поэтому здесь все намного более взаимосвязано и сложнее, чем простой прием, ну, я не хочу обижать никого, но такого, условно говоря, среднего российского петербургского парня, который сел в царский трон, и он думает, что евреи действительно владеют миром. Евреи владеют многим чем, но не всем миром. К сожалению. Или к счастью, или к счастью. Я почти уверен, я почти уверен, что к счастью. А вот скажите, на Ваш взгляд, вот эта вот история с Лавровым, Гитлер-еврей, потом Мария Захарова, которая говорит, что еврейские, так сказать, наемники воюют на Азов-Стале, вот эта вот, вся вот эта вот история, она о чем-то говорит, кроме глупости министра иностранных дел, или она вот очень локальная, или более глобальная, на Ваш взгляд? Нет, Марк, это не глупость, это не локальное высказывание недели до этого у Владимира Соловьева, который, кстати, тоже еврей, как Вы знаете. Ну, такой крещеный, который купается в проруби, но кричит, я еврей, с крестом. Так вот, у него на одном из обсуждений появилась говорящая голова какой-то женщины, которая начала, в общем-то, первой, а Вы знаете, что на первом канале российском нет прямом эфира, все записывается, проверяется, вычитывается до последней буквы, а потом передает по Цезанову, транслируется, в смысле. Так вот, эта женщина озвучила впервые нападки антисемитского характера на российскую журналистику и сделала то, что делали в 50-е годы при Сталине, так называемое дело о космополитах, если Вы помните. Ну, конечно. И вот она, значит, рассказывала про редактора Эхо Москвы и про двух сотрудниц Эхо Москвы и говорила, что они вообще евреи, одна из них, израильтянка, и этот тот еврей, тот еврей, и, в общем-то, вся наша российская пресса в руках евреев, и они нас ненавидят, и они против нас, россиян, так она сказала, я цитирую, подстрекают. Это был первый удар, это была первая, так сказать, АТУ. И вот АТУ на евреев уже было дано, конечно, сверху, поэтому и Лавров сказал то, что он сказал, и Захарова сказал то, что она сказала. И вчера российские зенитные войска пытались обстрелять израильский истребитель в Сирии. Это все, конечно же, одно и то же явление, это звенья одной и той же цепи. Это, в общем-то, я бы сказал, реакция Кремля на вот это вот дрейфуния, как говорят по-русски. Дрейф. На этот дрейф. На этот дрейф, который вы правильно его очень назвали, потому что это именно дрейф. Это вот именно то явление, которое, так сказать, идет медленно по воде, дрейфует в сторону Украины. Да, это, конечно же, реакция Кремля, ничто не остается безнаказанным. И, кстати, могу еще сказать, довольно важный элемент, олигархи, еврейские олигархи, которые все, насколько кто может, покинули Россию. И сегодня частично высказываются против режима, частично пытаются спасти свое лицо, спасти свои деньги и спасти все, что можно. Это тоже вызывает, довольно-таки, я бы сказал, раздражение большое и в верхах, и, конечно же, особенно в низах российских. Ну и последний вопрос. У нас, к сожалению, мало времени, хотя с вами можно говорить долго. Вот Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что это долгоиграющая история. Насколько, на ваш взгляд, сколько времени может продолжаться эта война? Понятно, что никто об этом не знает вообще никто, ни Зеленский, ни Путин, никто, никто, никто. Но, тем не менее, вот что думаете вы по этому поводу? Я думаю, что это верно, это долгоиграющая пластинка к тому, что здесь будут задействованы силы, которых мы еще не знаем, вы наверняка знаете все решение и Швеции, и Финляндии, и НАТО. Мы знаем о том, что Путин их уже ругал и, так сказать, даже грозился в их сторону. Мы знаем о том, что поставки американского, британского, канадского оружия продолжаются и даже наращиваются. Мы знаем о том, что ленд-лиз, когда я говорил, когда там, я довольно часто пришел в Твиттере на иврите, говорил об открытии второго фронта, я не имел в виду, что, не дай бог, откроется второй фронт на Дальнем Востоке, что тоже, так сказать, не исключено. Но ленд-лиз подчеркнут, да, ленд-лиз подписан, и это 40 миллиардов долларов поставки оружия, боеприпасов, вооружения и все очень хотите на Украину. То есть, и Запад включился на самом-то деле в эту войну, потому что мы понимаем, какая опасность грозит Европе, Западу, всему Западу, всему миру более-менее свободному от того, кто сидит сегодня во главе российской политической и военной машины. Роман Бронфан огромное вам спасибо за участие в нашей передаче, ну и будем следить за развитием событий. До свидания. Спасибо вам. Всего хорошего. Все, дорогие друзья, это была программа «Вопрос ребром». Здесь, например, радио 89 и 1 ФМ. Мне помогали Евгений Барабаш и Катя Вергунова, за что им большое спасибо. Кстати, все, что вы сегодня слышали, можно посмотреть и на YouTube-канале Первого радио, так и пишите Первое радио на русском языке. Ну и там, если вы что-то не услышали, можно все еще и посмотреть. Встречаемся в рамках этой передачи ровно через неделю. У нас, скорее всего, будет министр иностранных дел. Через неделю. Вопросы бывают простые. Дэдди, что ты делаешь? Серьезные. И что вы думаете, она сказала? Бестактные. Ситай. Открылечко, а? Но бывают вопросы ребром.